Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня! И хорошего настроения. Одному молодому человеку, которого Господь позвал идти за собой, он говорит, позволь мне вернуться, какие-то дела порешать еще у себя в жизни. И Господь говорит, иди за Мною. И запомни, что всякий, кто возложил свою руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. Очень сильные слова, очень серьезные. Человек, вставший пахать поле своей жизни, своей души, он должен шагать только вперед. В какой-то момент мы все проводим определенную черту. Черту, за которую не возвращаются. Или возвращение, за которое разрушит тот путь, на который человек встал. Эту черту мы проводим в таинстве крещения. Когда человек говорит, Господи, я сочетаюсь с Тобою, отрицаюсь от Тебя, Сатана, и сочетаюсь с Тобою, Христе. Эту черту мы проводим в покаянии. Когда человек, целуя крест Евангелия, говорит, Господи, я обещаю Тебе, но насколько хватит моих сил не предавать Тебя. И вот это слово «благонадежность», «надежность» — такое важнейшее качество в жизни христианина, в жизни человека. Наверное, для многих из нас оно является каким-то определяющим, когда мы смотрим на людей, на друзей, на близких. Так важно, чтобы человек был надежным. И для Бога важно, чтобы человек был надежный, в добре. Петр, он говорил, Господи, если все отрекутся, я не отрекусь. А Господь говорит, да, не спеши так заявляться. В эту ночь петух трижды не пропоет, как ты отречешься от меня. И вот эта благонадежность, то есть Петр с малодушеством, да, есть вещи, которые входят в борьбу с надежностью. Это малодушие, это человекоугодие, это трусость, это межевание. Когда человек, оказавшись перед выбором, он начинает качаться, начинает взвешивать, поступить выгодно или поступить по совести. Дать взятку или понести определенное за это наказание. Сказать правду или схитрить, укрыться как-то, уменьшить ответственность, переложив вину на другого. Что, ну, это не я, я не знаю, хата не моя. И вот это межевание, колебание, которое противно Богу. Бог не любит нерешительных. И если мы понимаем, что это правда, что это истина, нужно в ней твердо стоять. И в сотрудниках для меня очень важно вот это качество надежности, чтобы человек тебя не подставлял. Да, вот есть такое мирское слово — подставил. когда, где-то выгораживая себя, где-то ища свои интересы, человек раз и совершает поступок, который, ну, который тебя, который тебя подставляет. Подставляет под удар, да, так скажем. Поэтому всегда хочется проверить. Мы недавно отправляли гуманитарный груз на Донбасс. Как раз нужно было везти прямо на передовую для солдат. И я думаю, кого туда направить. Потому что до этого машина уходила, водители доехали до границы с Луганской народной республикой. И когда выяснили, что там может быть какая-то угроза, они такие, ой, 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 все, мы дальше не поедем. И пришлось, в общем, сложности большие возникли. Груз выгружать, военные как-то там должны были организовываться. Я думаю, кого можно направить в эту ответственную и непростую командировку. И понимаю, вот есть раб Божий Антоний. Надежный человек, который возьмется и будет пахать, сколько хватит сил. И слава Богу, эта поездка совершилась, и все, что нужно, куда нужно, довезли. И потом Антоний рассказывал и благодарил. И говорит, благодарим, благодарю вас за доверие, за то, что вы доверили мне эту возможность. Представляете, какое сочетание? То есть я ищу надежного человека, а надежный человек от этого испытывает прям какое-то сердечное удовлетворение. От того, что ему удалось сделать что-то важное. Может быть, то, что не каждый человек, не каждый мужчина может сделать. И он благодарит. И вот так душа она потихонечку возрастает, выполняя задачи, которые нам ставит Господь в разных жизненных обстоятельствах. И вот вы помните вот это качество. Понятно, у нас не всегда хватает силы, умения выдержать удар. Мы где-то тушуемся, где-то падаем, где-то отворачиваемся. Но всегда нужно выравниваться снова на этот курс, на курс надежности, надежности для Бога. И помогай нам всем, Господь. Господь и сил, помилуй нас.